Михаил Абызов как раз тот человек, которому премьер поручил организовать работу уже год назад, да, Михаил? По подготовке стратегии, по осмыслению стратегии 2030. Вот как вы видите эту работу, как вы оцениваете результаты, текущую ситуацию, перспективы? Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я действительно, уже почти год экспертный совет при правительстве работает над основными аспектами предполагаемой стратегии, ее архитектурой, составных частей и так далее. Сказать, я благодарен организаторам Красноярского экономического форума за то, что стратегия 2030 была определена темой для сегодняшней дискуссии, потому что ход сегодняшнего обсуждения показывает, что, возможно, этот год мы глобально заблуждались. Вот я, на самом деле, под большим впечатлением от того, что сегодня услышал. Сейчас постараюсь объяснить, почему. Чуть-чуть скажу про бюрократический аспект разработки стратегии 2030. В соответствии с федеральным законом она должна быть принята в ближайшие месяцы. А потом, в привязке к стратегии 2030, должны будут разработаны и приняты отраслевые стратегии. Сегодня февраль месяц. А стратегия, которая должна быть принята, никто не видел, она не разработана, ее нет. Никто не переносит сроки ее разработки. Большая опасность, что наши уважаемые коллеги из Министерства экономического развития в установленные сроки внесут огромный документ, который не пройдет общественного экспертного обсуждения, будет хорошим сборником всего хорошего против всего плохого, как многие планы. Технически, возможно, будет принят. И потом мы будем говорить, что у нас есть стратегия 2030, которая будет ориентирована для всего остального. Очевидно, это будет мертворожденный продукт, который никому не нужен. Стратегия 2030, наверное, должна отвечать на основные вызовы и формировать основные образы государства, не только исполнительной власти. Это стратегия, безусловно, не правительства, это стратегия государства. Это означает, что она должна описывать основные характеристики и основные общественные, экономические и государственные институты, их целевое состояние. А это, безусловно, состояние судебной системы, правоохранительной системы, исполнительной власти. Она должна отвечать на вопросы, каким образом, какие ресурсы мобилизуются для достижения цели определенных стратегий. Будем ли мы делать упор на перераспределение только государственных ресурсов, отталкиваться от возможностей бюджетной системы, планировать наше развитие. Или мы будем думать, как вовлекать частый капитал, и российский, и международный, для того, чтобы реализовать наши целевые установки. Конечно же, стратегия 2030 – это стратегия про человеческий капитал. Но человеческий капитал – это такое общее выражение, к которому мы уже привыкли. Центром стратегии должен стать человек. Каждый отдельный гражданин – предприниматель, общественный деятель, человек разного возраста, молодежь, постарелый и так далее. Если человек не увидит в стратегии 2030 свое место, она не будет работать. В этом отношении у нас есть хороший опыт и Советского Союза, когда говорили, к такому-то году каждая советская семья будет иметь. И все понимали, о чем идет речь с точки зрения перекладки, вот такой понятный язык, в таком глобальных документах, которые разрабатывались и принимались. Что будет иметь человек 2030 от государства? Что он будет внутри государства? Это надо простым языком, без многотомных вот таких разработок донести. Поэтому, мое мнение, может быть, нам не нужна стратегия, как 2020, состоящая из 800 страниц умных идей. Может быть, нам нужен документ на 20 страниц, который будет описывать. Основные наши вопросы. Что у нас будет с судебной системой? Что у нас будет с пенсионной системой? Что у нас будет с рынком капитала? И каким образом мы к этому придем? Это может быть очень компактный документ, который даст очень четкое понимание образа будущего. Относительно того, что прозвучало сегодня в дискуссиях, хотел бы вот несколько остановиться на нескольких вопросах. Понимаете, очень были хорошие сегодня вопросы. Зря, Андрей, вы их не прокомментировали. Потому что не покидает ощущение, что разум наш идет на север, сердце наше идет на юг, мотивы нас ведут на восток, а делаем мы все в западном направлении. Я знал, что вы будете завершать, поэтому я их не стал комментировать. Потому что, когда мы говорим, что нам необходимо менять структуру экономики и уходить от сырьевой ориенты, но при этом все считают, что точкой экономического роста это рациональное использование природных ресурсов, ни телекоммуникации, ни интернет, я понимаю, что у нас здесь есть какой-то когнитивный диссонанс. Если мы говорим о том, если весь мир говорит, это очевидный для меня факт, что развитие инновационное возможно только в очень толерантном государстве, а Россия не является таковым. Это к вопросу о культуре. Вы не заострили, вам надо было обострять это. Вы ушли от таких сложных вопросов. Россия нет толерантное государство, нет толерантное общество. Мы только недавно стали привыкать к людям в колясках, у нас в обществе и в общественных местах. Я помню Советский Союз, я рос в нем. Это же были люди, класс изгоев. Только сейчас начинает формироваться эта культура, в том числе благодаря государственной политике. Но при этом мы считаем, что наши культурные ценности, наши культурные традиции помогут нам в экономическом росте, при том, что они абсолютно нетолерантны. Я в это не верю. Я сильно был удивлен этому. Значит, и третий аспект, который я хотел бы сказать. Наша экономика должна расти от 4 до 6%. Внутреннего спроса для этого нет. Нет ни накоплений, ни сбережений, ни государственного капитала. Единственный способ, как мы можем расти на 4-6% – это экспорт. Экспорт чего? Природных ресурсов, ременты. Мы уже все это с вами проходили. Это означает экспорт продукции и новых технологий. Рынок очень конкурентоспособный. Кто нас ждет с нашими новыми технологиями, с нашей продукцией? Надо ответить на этот вопрос. Каким образом мы будем туда не просто поставлять продукцию с добавленной стоимостью? Это должна быть инновационная продукция, потому что рынок там очень жестокий. И вопрос, что мы должны сделать для того, чтобы развивать государственные институты, которые должны способствовать этому. Ну, что такое разведка? У всех, наверное, в голове некоторые такие детективные сюжеты, что-то такое тайные операции, вербовка агентов, закладка тайников, сигналы, явки, пароли. Ну, некоторые могут вспомнить про операцию Сноуден, электронная разведка, эшелон, который просматривает все эти хаджеты. Ну, некоторые еще могут вспомнить о том, что есть какая-то служба дешифрования, какие-то машинки, энигмы, скрываем шифрокоды. Вот, но никто из вас наверняка не вспомнит, что существует еще такая разведка боя. Вот, за прошедшие годы. У нас же не такая большая обойма людей, которые занимаются анализом технологий или еще где-то. На площадке агентства стратегических инноваций я выступал? Выступал. На площадке Единой России у Замира там по инновациям выступал? Выступал. У инноваторов в музее Дарвина выступал? Выступал. В экологической палате доложили о прорывных технологиях, в видео есть доложили. Максим Калашников такой есть. И даже его письмо о Медведев приводил, засветился. О чем Максим Калашников говорит? Но опять о таком второстепенном. Опять все ищут готовое, некоторые что-то готовое и опять расшатывают устой. Максим Калашников не пригласил к себе в студию. Никто не хочет давать лишний пиар. Максим Калашников отснял сюжет про Колесо Дуйнова. Где чего? Где сюжеты? Значит, что такое разведка боем? Это когда вызываю огонь на себя. Вот, поэтому искать школу здравого смысла. И доклады были про прорывные технологии. И пишут там бумаги, и в крем, и в концепции, и так далее. Мы видим, насколько инертно общество. Поэтому приходится изыскивать, искать, рыть, кто трезвым мыслящий, и у кого любопытство еще развито, чтобы проявить любознательность. И проявляю тем самым систему огня, боевые порядки, значит, то, что не видно. Ну, и все это является боевым обеспечением. Разведка это боевое обеспечение. Чего? Управление. А управление это, друзья мои, не наука, а искусство. Почему? Потому что сложность обстановки, значит, требует всякий раз неповторяемости и подтверждаемости каких-то схем, а шедевров. А шедевры это всегда искусство. Поэтому, значит, если говорить о том, что происходит с наукой, наука буксует. Она буксует почему? Потому что, значит, я имею в виду, какая наука? А вот эта, которая занималась прогнозом. Та наука, которая рассказывала что-то о будущем. И она буксует, потому что она, значит, все рисует какие-то, значит, варианты на три. И, значит, оптимальные, какой-то минимальные, максимальные, вот, значит, и все три не попал. Почему? Потому что, значит, они какие-то продлевают какие-то тенденции. А у нас тут перелом, тектонические процессы глобальной трансформации. И вся эта прогностика уходит в никуда. То есть, наука расписалась в полном неумении, вы это можете, собственно говоря, увидеть на практике. Ученые, конечно, скажут, что они все замечательно знают, но практика показывает, что они все замечательно, ничего спрогнозировать уже не могут. Значит, что же делать? Значит, заниматься разведкой. Разведка – это искусство. То есть, разведка в своих, значит, в своих, значит, наивысших достижениях – это шедевры. Шедевры чего? А вот оценки обстановки. Почему? Потому что наука занимается анализом. А анализ – это что это? Это все разбить на части, очень глубоко, так все, значит, все изучили. А оценки? Оценки даются сверху. А в этих оценках должно присутствовать и то, чем наука не занимается. Наука занимается тем, что есть. А разведка занимается и тем, чего нет. Вот мы с вами находимся в храме эзотерики. Поэтому все, что я говорю, это вот в этой обстановке – это полная чушь. Это совершенно ненаучно. Это совершенно далеко от фактов, от знаков. Почему? Потому что я буду говорить о признаках. Потому что разведка занимается тем, чего нет. А нет проявляется не через знаки, не через факты, не через то, что там в окно видно, а через признаки. А признаки – это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Поскольку в настоящий момент все, что, собственно говоря, дано в этих сигнальной волне, что вы видите в телевизоре, что пишут в газетах, что всякие политологи, что всякие комментаторы рассказывают – это все комментарии ловушек, маскировок, дезинформации, ложных целей и прочее. Потому что реально война сейчас идет. Она давным-давно поднялась на уровень смыслов, а смыслы – это то, что отвечает на вопрос «Зачем?». Так вот, сколько бы вы ни смотрели в телевизор, там ответ «Зачем?» вы не увидите, не услышите по радио, ни в одних речах не скажет вам никто. Потому что это и есть то, что составляет тайну. И эта тайна вскрывается через что? Через признаки. Как вообще работает разведка та, которая ощупывает будущее? Она работает по двум волнам. У меня первая книжка называется «Путь правды разведка. Теория и практика мягкой силы». Так вот, значит, есть сигнальная волна. Это то, что мы видим в телевизор. То, что вот о чем говорил наш ректор. Ну вот, там самолет завалили туда-сюда. Это сигнал. А нужно ее сравнить с опорной волной. И тогда у вас появится глубина резкости. Тогда вы увидите то, что не видно. Появится голография. И эта голография даст образ, целостный образ того, что одна сигнальная волна не позволяет увидеть. Более того, а сигналов не хватает. Где взять сигналы? Ну, значит, за сигналами разведка бегает по помойкам. Он, значит, залезает, значит, якобы в сейф и прочее. А что оно дает, это хождение по помойкам? Я вам честно говорю, это всякий раз, все эти тайниковые операции, все помойка. Значит, так вот, оно ничего не дает. Оно может сразу давать подставу, эту самую ДЭЗу. И отличить, где ДЭЗа, где не ДЭЗа, нынешняя организация разведки не позволяет. Ну и, конечно, чем хотел бы закончить, это вопрос эффективности государства. Если мы радикально не изменим вопросы качества государственного управления, мы с вами не выполним ни стратегию 2030, ни стратегию 2050, ни стратегию 20100. Поэтому это вопрос на сегодняшний день для меня номер один.